Украина ответила на предложение России возобновить поставки газа ресурсы экономика. 16.25.7 июня 2019 года Украина ответила на предложение России возобновить поставки газа. Андрей Кабалефота, Александр Максименко, РИА Новости Украинский нафтогаз готов обсуждать с российским Газпромом любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате. Такое заявление глава украинской компании Андрей Кабалеф сделал на своей странице в Facebook. Слова прозвучали после предложения главы российской компании Алексея Миллера возобновить поставки газа на Украину и предоставить Киеву скидку. По словам Кабалефа, Украине выгоднее покупать газ в Европе, а не в России. Он отметил, что по старому контракту Москва должна была продавать Киеву газ по 335 долларов за тысячу кубометров в первом квартале 2019 года. Стокгольмский арбитражный суд обязал Россию отпускать его по цене в 300 долларов. Киев же в этот период закупал топливо на Западе за 259 долларов. Во втором и третьем кварталах стоимость газа в Европе для нафтогаза также будет выгоднее. Во втором квартале, согласно контракту, Газпром должен был продавать топливо за 326 долларов, а Украина закупает его за 212 долларов. В третьем квартале цена Москвы на газ должна была бы быть на уровне 315 долларов, а Киев будет получать его за 178 долларов. При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение стоимости. За прощение долга Газпрома перед нафтогазом, отказ от арбитражных споров, неприменение европейских правил в газовой сфере, написал Кабалев. Он отметил, что такой сценарий для России означал бы дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины экономические потери и возвращение к зависимости от Москвы. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25% и начать соответствующие переговоры. Миллер добавил, что вопрос поставок газа Украине важнее, чем вопрос восстановления транзита топлива через украинскую территорию. Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер сообщил, что подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до 2 лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года. Тогда же заканчивает действие транзитный контракт, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.